Погода уральца не перестает преподносить сюрпризы. Казалось, еще три дня назад температура воздуха в городе была 14 градусов и наступило лето. Но у зимы на этот счет, похоже, иные планы. А ведь еще в четверг коллектив телерадиокомпании «Спектр» радовался теплым лучам апрельского солнца, когда наводил порядок на прилегающей к нашему зданию территории, где снег уже полностью сошел, тротуары подсохли, а на газонах начала пробиваться молодая трава. Подобное уже происходило ровно неделю назад, тогда выпавший снег растаял буквально за сутки. Но в этот раз зима, похоже, решила бороться до конца. Мы прошлись по улицам Урая и узнали у городских жителей их отношение к таким резким перепадам погоды. Удивляет. А чем? Ну как чем? Апрель месяц. И снег такой, зима. Очень даже удивляет. Чем? Ну, своя ситуация. То лето, а сейчас опять декабрь. Вот так резко меняется. А у кого головные боли, это очень страшно. Потому что голова сильно болит. Хорошая погодка. Хорошая погодка. Казалось бы, вроде вот уже все. Весна наступила, уже вульс снег сошел. Как вас это радует или не радует, что вот такая зима вдруг? Все равно весна пройдет и такая погода наступит хорошая. Когда-нибудь наступит? Наступит, конечно. Будем ждать. Раньше говорили, внучек по дедушку пришел. Свежий снег – это внучек, а дедушка – старый снег. Ну ничего страшного. Мы же на севере живем. Как видно, мнения жителей разделились. Зато совершенно понятно, что такая погода может не лучшим образом сказаться на движении автомобилей по городским дорогам. Снег идет довольно интенсивно и не переставая. Дорожники попросту не успевают очищать городские артерии, что может привести к аварийным ситуациям. ГИБДД города Урая настоятельно рекомендует водителям быть очень внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим, соблюдать боковой интервал, также дистанцию до впереди идущего транспорта, не совершать обгонов, быть очень внимательными на пешеходных переходах, потому что особенно вблизи дошкольных и общеобразовательных учреждений, потому что дети идут в школу, не всегда внимательно смотрят по сторонам. Водителям рекомендуем быть особо внимательными в этих местах. Особенно эти рекомендации касаются тех автолюбителей, кто уже сменил зимнюю резину на летнюю. Тем более, по информации синоптиков, в ближайшие сутки характер погоды существенно не изменится. В ближайшие сутки возможны осадки, но преимущественно в виде уже дождя и мокрого снега. В ночные часы температура воздуха опустится до минус 7 градусов, днем воздух прогреется до плюс 5. Ветер будет дуть с юго-западного направления и составлять 3,8 метра в секунду. Впрочем, среднесрочный прогноз пока тоже не обещает существенных изменений погоды. А потому остается лишь набраться терпения и ждать, пока небо не очистится от туч. Михаил Малеев, Александр Кашкин. Специально для новостей.